всем привет друзья с вами михаил это игра trials of heroes и сегодня видео друзья хочу поговорить о зале славы после нововведения нового на здание новые функции в обзоре на обновление уже касался его это не будет прям гайд какой-то поэтому зданию по этой локации а просто поделюсь своими выводами потому что есть определенные изменения которые касаются free-to-play игроков с введением этого здания если вам нравятся такие видео обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайк оставляйте вопросы комментарии друзья всем спасибо за поддержку на канале скоро будет почти 600 подписчиков всем и каждому друзья спасибо итак друзья еще раз повторюсь это не будет гайд вчера на канале ивана вышел такой подробный гайд не хочу повторяться что касается выводов друзья ну с введением этого здания определенные нововведения в игре free to play игроков определенно стоит делать а именно ну вот например заходим в это здание где у нас классовый шмот прокачанный за шмот за книжки друзья чтобы это сделать надо нам 180 книжек 80 чтобы сделать классовый и чтобы опытом улучшить это еще что если входить в топ-100 на события вторжения пустоты это займет полгода друзья полгода чтобы один этот сет собрать поэтому вот эти сеты стоит собирать друзья в первую очередь потому что здесь процент бонуса увеличивается увеличивается в процентах смысле они фиксированы и какая особенность друзья за каждый первый классовый шмот добавляют еще 10 очков то есть можно будет еще прокачаться плюс уровень поэтому делать надо шмотки по очереди даже если прям хочется сделать двух ассасинов этого сделать не стоит вы потеряете в развитии скорости развития сделали сначала все каждый по одной хотя бы классовому шмоту дальше можно делать можете сама посчитать это времени займет 5 на ух это два с половиной года если не динамика не поменяется если где-нибудь удастся там еще книжки найти ну а так приблизительно цифра прокачки такая по времени едем дальше светилище обликов тоже здесь конечно увеличение фиксировано узел и атаки но вот эти облики друзья гарантированно можно получить если на событие высшего призыва делать прокачку персонажа полностью сразу ну не полностью до 13 звезд друзья чтобы прокачать до 13 звезд можно сделать 3 круга наверно если прям повезет 3 круга 7 копий достаточно будет что прокачать на 13 звезд и выловить облик конечно лучше как по мне качать до конца там еще за 16 звезд нового героя дают 100 эмблем тоже не помешает но это уже дело каждого кому как нравится но связи с этим друзья получается просто так свитки вообще категорически даже если сильно хочется нет смысла крутить вот эту локацию тоже надо теперь подкачивать ее подкачивать по-другому никак бывают иногда события на какую-нибудь двойную рулетку или еще какие-нибудь сундуки с со шмотами с процентом 000 что-нибудь там 0001 совсем не серьезно поэтому гарантированно можно получить этот облик только в этом событии и для того чтобы это естественно прокачать друзья я думаю вы сами понимаете надо готовить надо готовить корм заранее потому что сразу моментально за одну неделю надо поднять на минимум 13 звезд друзья чтобы получить эксклюзивный шмот с этой прокачкой тоже будет еще муздыхание потому что чтобы его прокачать этот шмот 25 обликов надо они тоже не с неба падают поэтому тоже такая долгая история друзья но тем не менее ей надо заниматься так с этим вроде все рассказал друзья едем дальше артефакты тоже с введением вот этого святилища это для free to play вообще космос но вот какая особенность надо выбирать арт и тужица качать теперь сто процента один на три звезды были такие случаи когда некоторые люди брали три два арта например подвеска прокачивали до одной звезды галактической мы получали бонус можно было тогда нормально на пустоте набивать через каспара и силу но как видите здесь тогда ты в пролете здесь одна две звезды не катит надо прокачивать на три но опять же друзья это всеми правдами неправдами надо пытаться вылавливать вот эти камни на прокачку артефактов этих сундуки собирать тоже это хреново тучу времени но тем не менее тоже надо это начинать делать поэтому выбираем один арт друзья мой вам совет и его стараемся прокачивать ну это из серии анрела так друзья и здесь тоже какая особенность ну получается друзья стоит стоит не заморачиваться особенно вот с этой локацией потому что чтобы добавить дополнительного героя увеличить статы например здесь нужно вот эти вот и танки которые можно получить пока только в и винте за за сундук который можно или купить или случайно выпадет короче стопроцентная гарантия его получить пока нету может он 31 будет еще какой-то еще какие-то серверные работы может там что-то добавит но пока это это тоже так такая система интересная друзья вот например если мы ставим сюда героя есть смысл ставить максимально прокачанного чтобы статы были максимально большие на вот это вот закрепленного героя но при этом тут герой которого ты закрепил друзья естественно минус 40 процентов на хп и атаку получают ну ставить с первой и второй пачки героя но free to play игроков других других вариантов нету у меня даже третья пачка это я бы не сказал что она ахти поэтому я поставил с второй пачки микс понятно ей надо еще поменять будет винт на кристалл и соответственно кристалл надо поменять потому что как видите здесь переносится только атака узел а что атака узел скорость но скорость фиксирована зависит от прокачки уровня уровня вот этой карты до 25 надо докачать и и и атакой узел атаку узел можно поднять кристаллом артефактом поэтому по хорошим делам это должен быть герой которого вы не используете ну free to play игрока так не получится по-любому придется проседать во второй команде это естественно в той же шахте будет ну в шахте можно принципе тогда выйти в скрытой области персонажа ставите как-то выкручиваться ну как по мне друзья конечно спасибо что хоть какие-то бонусы идут но головняка блин столько что и когда это все качать но качать это надо и друзья к примеру вот показываю вам я в этом месяце думал удариться прокачать петру есть у меня определенный план диссимиляции хочу более быстрее эффективнее проходить для этого мне надо 22 персонажа подкачать это петру и гелиоса я этим сейчас активно занимаюсь но что вам хотел показать друзья это ну вот как видите я как рассказывал предыдущих видео кто смотрит канал знает активно последние два-три месяца занимался подсветкой вот я все готовил каратели у меня три штуки вот еще стрелок что у меня тут еще есть в зелени еще один стрелок это все я готовил на подсветку но в следующем месяце как только выйдет новый герой друзья все это я буду сливать кедрине матери это подсветка с ним раз в три месяца или раз полгода какие-то там плюхи конечно она дает но так можно сидеть бесконечно поэтому всю эту кормеху буду сливать в нового героя получать облик и так потихоньку подкачиваться и плюс еще соответственно друзья прокачка через замену вообще теряет смысл хорусы если например вы крутите 4 круга и не делаете героя вообще никакого смысла тогда в этом нет вы теряете облик теряйте облик теряйте подсветку и теряйте хоруса имеет смысл друзья теперь free to play игрокам хорусы использовать прокачали нового персонажа не понравился разобрали кедрине матери и опять купим свитки на следующего персонажа и на следующий облик в общем такое мнение друзья сложилось после обновления делитесь в комментариях как вам теперь после обновления может есть какие-то мысли тоже по поводу как как качать эту новую локацию друзья ну и однозначно еще добавлю друзья надо активно закрывать разлом чтобы быстрее прокачиваться открывать еще дополнительно эти карты делать узы ну все со временем если вам видео понравилось друзья обязательно подпишитесь на канал всем хорошего настроения мирного неба над головой друзья до новых встреч